Экспозиция в Мемориальном музее существует вот уже 20 лет. Выставка же напрямую, не посвященная жизни и творчеству певицы, здесь открылась впервые. В первоначальном виде Сочи глазами Барсовой был представлен в открытках и фотографиях. Барсова дома, за чаепитием, в парке с подругами. С сегодняшнего дня, посетив экскурсионный объект, можно увидеть и предметы быта времен жизни Барсовой в Сочи. Пополнили экспозицию сами горожане. Деревянная тумбочка с вышитой салфеткой, этажерка, радиола, патифон с комплектом пластинок. Фарфоровый сервиз. Это и многое другое, напоминающее о послевоенном курорте. Музею просто подарили сразу несколько сочинок. В прошлом году здесь стоял холодильник, а сейчас уже целая комната. Это дом живой. Как будто Барсова здесь живет, и она вышла в другую комнату и сейчас вернется. Это наша главная задача. Создать атмосферу присутствия. И вот чтобы человек ощутил дух прошлого времени. Первая экскурсия по новой экспозиции прошла уже сегодня. И первыми ее посетителями оказались гости из Санкт-Петербурга. В музеях привлекла надпись у входа, говорящая о том, что здесь можно услышать голос Валерии Барсовой. Нам было очень интересно посмотреть, на что был похож Сочи того времени. И сравнить с тем, что мы видим сегодня. Немножко поностальгировать по тем предметам, по приемникам, по граммофонам. Потому что сейчас такое засилие техники. И все бегают вот так вот с телефонами, и все друг с другом разговаривают. А тут вот другая атмосфера, другое восприятие. И очень приятно в это окунуться. А по субботам на даче Барсовой будет работать клуб любителей музыки. Ближайшую музыкальную гостиную посвятят 200-летнему юбилею Михаила Лермонтова.